В Волгодонске, собственно, как и по всей стране, действует так называемый антитабачный закон. Работает ли он и как следят правоохранительные органы за его исполнением, узнавал мой коллега Сергей Овчаренко вместе с активистами молодежного движения «Порядок» в рамках очередного рейда. Это уже не первый рейд молодежного движения «Порядок». Активисты проверяют добросовестность продавцов магазинов на соблюдение законов о запрете продажи сигарет и алкоголя несовершеннолетним. На этот раз обход начался с рынка «Орбита». Здесь, в общем-то, он и завершился. Несовершеннолетний участник «Порядка» пытается купить сигареты в ларке. Ему их продают здесь беспрепятственно. Продавец даже не поинтересовалась, сколько лет покупателю. А сигареты есть поштучные? Есть. А, ну дайте пачку Бонда. Пожалуйста. Такого? Да, да. Сколько? 38,30. Оставляйте, оставьте. После завершения покупки сигарет активисты «Порядка» вызывают сотрудников полиции. Сегодня в первом же попавшемся табачном ларьке мне без проблем продали сигареты, хотя я являюсь несовершеннолетним. То есть не потребовали ни паспорт, ничего. В течение уже долгого времени, нескольких лет, мы следим за тем, чтобы в табачных ларьках не продавали сигареты поштучно детям. И вот в очередной раз мы убедились, что как осуществлялась продажа два года назад, так и продолжают детям продавать здесь сигареты. Поштучно сегодня, к счастью, не продали. Но, тем не менее, паспорт продавец не спросила, сославшись на то, что молодой человек выглядит уже на возраст совершеннолетнего. Тем не менее, неизвестно, сколько таких вот несовершеннолетних детей проходит мимо нее, которые уже выглядят достаточно взрослыми. А вот как сама продавец комментировала эту продажу. Скажите, а почему продали сигареты несовершеннолетнему? Кому? Без комментариев. Вы сначала научитесь паспорта. Подобные рейды активисты движения «Порядок» проводят на территории Волгодонска не реже одного раза в месяц. И, надо сказать, они изрядно надоели предпринимателям и несоблюдающим закон продавцам. По словам молодых людей, после рейда в продаже алкоголя и сигарет несовершеннолетним прекращается на некоторое время. Но по истечению двух-трех дней она возобновляется с прежними силами. Сергей Овчаренко, Иван Иванков. Новости ВТВ.